Шокирующий случай в Бресте. Подросток открыл стрельбу по соседским детям из пневматического пистолета. Всё это произошло средь бела дня. Среди ребят есть пострадавшие. Повреждение получил автомобиль, за которым школьники прятались. Задержали снайпера прямо в его квартире. Пётр Бутрим знает подробности происшествия. Тихий день, казалось, не предвещал никакой беды. К полудню во дворе скопилось много детей. Трое из них играли прямо под окнами этого дома, вплоть до того момента, пока из балкона не послышались первые выстрелы пневматического пистолета. Живой мишенью для хулигана стали трое соседских ребят. О том, что они будут играть не в футбол, а в войнушку, причём по самым жёстким правилам, Егор догадался не сразу бежать куда подальше, решил лишь после того, как понял, пули летят далеко не из игрушечного пистолета. Даня говорил, оттуда, оттуда, а я не понял, я думал, что сверху стреляют, а потом увидел, что там у одного пальный пистолет. Они думали, что это какая-то игра или кто-то шутит, а уже потом, когда уже начало больно, попадали в ногу, в спину кому-то, тоже тогда не поняли, что это что-то серьёзное, начали прятаться. Вовремя укрыться от опасности второклассники и его друзья не успели. Коварная металлическая дробь соседского хулигана настигла их в песочнице. У моего друга попали в ногу, потом мы начали прятаться, потом я бежал, и мне попали в плечо. От такой неожиданной атаки ребятам пришлось искать спасение за автомобилями. Стекло одного из них рассыпалось в дребезги. Не будь этого препятствия, пуля могла угодить ребёнку в лицо. Милицию вызвала хозяйка машины. Дети говорят, по нам стреляли. Я говорю, откуда стреляли? Они говорят, вот с первого этажа парень, рыженький, коротко стриженный. И всё, дети говорят, мы убегали. Злоумышленником оказался 15-летний подросток. Причём никто из соседей такого от него не ожидал. Злоумышленником является учащийся первого курса профессионального лицея Бреста. В тот момент он был трезв, потерпевшим, у него конфликтов не возникало. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339-й. Особозлостное хулиганство уголовного кодекса Республики Беларусь. К счастью, Егор и его друзья делались лёгкими ушибами и синяками. О том, что всё могло закончиться не так радужно, они, кажется, так до конца и не поняли. Пётр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест.